На место аварии сразу были отправлены три бригады скорой помощи, следом еще четвертая. И очень оперативно были доставлены пострадавшие к нам в больницу. Всего было доставлено бригадами скорой помощи 26 пострадавших. Из них 6 человек не нуждались в медицинской помощи, тем не менее были осмотрены. Остальные нашими бригадами были осмотрены и помощь оказывалась всем. Два пострадавших своим транспортом были доставлены. Крайне тяжелых не было, но из тех, что поступили, нуждались в первую очередь в помощи. Они были помещены в отделение реанимации, мы через реанимацию с ними работали, обследовали необходимый объем помощи. Помогали нам областные специалисты, которые очень быстро прибыли сюда вертолетным транспортом. По результатам из 21 человека, которые нуждались в оказании медицинской помощи, помощь оказана всем. Вертолетным транспортом отправлены 5 пострадавших и сейчас еще не 8 забирают еще пациенты. В больнице не останется из пострадавших никого. Сейчас готовятся пациенты к транспортировке вертолетным транспортом. Вот последняя партия, 5 человек. Те, у которых нет тяжелые травмы, по сути амбулаторные, они отправляются автобусом. Выделила его администрация Выборгского района. И кто-то из пациентов уже уехал в сопровождении родственников. Приехали родственники и забрали пациентов. Самые серьезные травмы, это вот у нас ушиб грудной клетки с переломами ребер, пристеночный пневмоторакс, краевой перелом лонной кости, так и закрытая черепно-мозговая травма у одного из пострадавших. Ушиб передней брюшной стенки, еще один пострадавший. Остальные ушибы, ссадины мягких тканей, сотрясение головного мозга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова